Мелкорозничные ларьки с запретом продажи в них алкоголя потеряли свою актуальность для горожан. А с 1 июня и продажа табачных изделий для ларечников будет вне закона. Постепенно город освобождается от громоздких железных будок. Как правило, происходит это по следующей схеме. У собственника конструкции истекает срок аренды земли, а в администрации его уже не пролонгируют. Бывает, что договор вообще отсутствует, а киоск установлен самовольно. Тогда конструкция подлежит сносу. В случае выявления объекта, который самовольно установлен, собственник предупреждает о необходимости добровольного освобождения земельного участка путем нанесения надписи «Снести несмываемой краской» с датой нанесения и номером контактного телефона. 7 дней дается собственнику для добровольного освобождения земельного участка. В случае, если собственник указанного предложения не исполнил, составляется акт о неисполнении предложения и готовится постановление администрации города о принудительном освобождении земельного участка. Эту печальную участь ожидал и ларек в местечке сортировка. Тот самый, который полтора года назад мы уже показывали в своем эфире. После введения антиалкогольного закона здесь продолжали средь белой дня продавать пенные. В самый разгар приготовления к сносу, когда уже и техника, и люди были готовы к работе, появился хозяин точки с группой поддержки. Я тебе еще повторяю, уважаемый. Тебе понравилось, что тебя снимают? Я сам обязанность снаю, ты свои права снаю. Урезонить чересчур эмоционального сына владельца киоска с трудом смогли даже полицейские. Сам же хозяин точки тому, что его ларек собираются демонтировать, был искренне удивлен. Уведомления о сносе не видел. Мужчина попросил позволить ему собственными силами разобрать и увезти киоск. Будем сами демонтировать за свой счет и будем убирать здесь. Ну, сперва надо убрать его, надо это, там чужие имущества есть, надо их вернуть обратно. Потом уже крышу надо снимать, чтобы возможность было убрать. Машина была, машину мы привезли, загнали сюда машину, а он не мог поднять эту. Это манипулятор маленький был, его надо разбирать частенько, чтобы возможность было убрать. Ну, сами уберем. Уже к понедельнику, заверил владелец, ларька здесь не будет. Как пояснили нам в городской администрации, это даже хорошо, не придется расходовать бюджетные деньги. Вот только технику и людей все равно пришлось привлекать. Но опять же, по словам представителей мэрии, все эти издержки можно будет взыскать с владельца киоска. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иванова.